Вот это да! Вот это! Ребята, я чего-то нанюхался. Приветствую вас на канале Mixel Game. Имя зовут Михаил, соответственно. Ну что ж, мы продолжаем проходить Dishonored нашего обсявканного, зачуханного и опозоренного человека. Вот. И мы переходим к новой главе. Пап, пёся, яма. Тайные союзники. Новые союзники ждут вас в старом баре на реке. Встретитесь с самым высокопоставленным лоялистом и узнайте, что они затевают. Ну что ж, давайте посмотрим, перейдем и поболтаем с самым высокопоставленным лоялистом. Здрасте! Как я здесь сказался? Куда ты меня везешь? Это пап, пёся, яма. Он с так и для посетителей. Считается, что полквартала вымерла чума. Мы сидим под носом у лорда-регента, а он ничего не подозревает. А вы, однако, хитрые. Конечно, если от наших планок прознают, сюда ворвется городская стража аж палашами наголо. Теперь после вашего побега лорд-регент весь город вверх дном. Я отведу вас к адмиралу Хефлоку и остальным лоялистам. Адмирал человек серьезный. Если кто и может найти пропавшую девочку, леди Эмили, так это он. Доброе имя. Че-то там про доброе имя. Так, это, походу, порт. Пап, пёся, пёся, яма. Угу. Так, невинно сужденный. Получено новое достижение. Давайте посмотрим, что это у меня тут. Лодочник СМЛ переправил вас по реке из тюрьмы Колдридж. Он работает на подпольное движение, которое борется с незаконным правлением лорда-регента. Лодочник хочет познакомить вас с другими участниками заговора. Отлично. В свою очередь мы познакомимся. Я так думаю, они там трудятся без устали. Присоединитесь к ним. Они могут помог найти вам настоящий убийца-императрица. Так, заходим. Наконец началась, адмирал. Мы нашли нужного человека. Он бежал из тюрьмы Колдридж с такой легкостью, словом не было шести месяцев за решеткой. Да, я удивлен. Он был лично телохландирной императрицы. Ты слышал, что о нем говорят? Да, разумеется. И до сих пор не понимаю, как кто-то мог подобраться к императрице и юной леди Эмили. Никто не знает, что случилось на самом деле, Тревор. У всех свои догадки. Со временем мы узнаем правду. Он силен и быстро, но достаточно ли он проницателен? Это тебе не званый вечер. Обстательства таковы, что нам нужно убить человека. Тебе доводилось убивать, Тревел? Только острым словом. Вы, как всегда, правы. Уже скоро он будет здесь. Мне не терпится его видеть. Эй, алло! Обо мне, что ли, разговариваете? Да? Да? Мы продолжим позже, лорд Пэндлтон. Так, Корво, я адмирал Хевлок, преданный слуга империи, как и ты. Оставался на службе, пока лорд-регент не вышвырнул тех, кто не признавал его права на престол. А я лорд Тревел Пэндлтон. В нашем маленьком сообществе я представляю аристократию. Впрочем, здесь, в пабе, что-то там. Это исторический момент, Корво. И откройте тайну. Мы давно собираем союз лоялистов, людей, которые жаждут покончить с тиранией лорда-регента и восставить монархию. Не страшась казни, мы поклялись на теле Люды Леди Эмили и корновать ее как императрицу. У нас грандиозные планы, но без тебя это невыполнимо. Нам нужно твое имя и твое боевое мастерство. Помоги нам, и мы поможем тебе уничтожить настоящих убийц императрицы. Прошу прощения. Должно быть, вы устали. Вы можете продолжить разговор, когда вы отдохнете. Но перед сном лучше загляните к Пьеро. Иногда с ним бывает очень сложно, впрочем, деятельный разум его извиняет. Ага. Пьеро. Да, Пьеро в той же мере художник, как и механик. Он будет заниматься своим снаряжением. А, твоим снаряжением. Загляните к нему и ложитесь спать. Продолжим разговор после того, как отдохнете. Ау, пивка! А можно пивка накатить? Блин. Я устал, я хочу пить. Я имею в виду против остальных, но человек, слушавший коронию, Вейстин незаменим. Да, это я. И вы без меня тут точно не вывезете. Глянем. Глянем. Вот такой вот тут дворик. Почему-то весь заделан. Тут... Это железная дорога, типа, или трамвайные пути. Хм. Ладно. Не будем будем сильно отвлекаться. Давайте-ка мы все-таки найдем Пьеро. О, тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Что такое? Измельченный кристалл. Берем. Все, что тут плохо приколошено, нам все это понадобится. Да погоди, еще не поговорил я о своем переводе. А, боли голова. Студень. Монетка. Так. Что тут есть еще? Может, что-то у вас завалялось, а вы не хотите мне просто так отдавать. Я заберу все. Ух ты. А мне вниз? Вниз. А можно я сначала наверх посмотрю, что у вас наверху? Так, второй этаж. Здрасте. Ух ты. Из украшенной блюда семьи Инчмаут. Берем. Смотри-ка, это какой-то прям секретный предметик. О-о-о. Кошель. Круто. Ой, аристократ. Тарталеточка. О, измельченный кристалл. Почитаем. Аудиограф. Мои комнаты наконец-то оставлены, несмотря на бесконечные жалобы этого тряхлого. Лодочника. Остальные представить не могут, как я страдаю. Кстати. Отворачивайся с микрофона. Уоллес. Будь любезен, открой две бутылки до уоллского красного. Не важно какого. Принеси чистый бокал. Снова микрофон. Ладно. Отложим до завтра. Хрень какая-то. Ну ладно. Что здесь еще? О, книженцы. Воспоминания китобоя. Часть вторая. Воспоминания китобоя. Часть вторая. Последняя запись. Более четверти века я охотился на китов. Но теперь я слишком больен, чтобы уходить в море. Я изучил острова как свои пять пальцев и заработал больше денег, чем большинство людей видят за всю жизнь. Но все в прошлом. Я помню смерть императора. Я своими глазами видел коронацию его дочери. Она умерла такой молодой и красивой. Красота притягивает смерть. Я заходил во все известные порты, бывал в самых дальних морях. Я видел утесы вокруг Пандусии. Но далее самые прекрасные, но даже самые прекрасные из них не радуют меня. Все, что осталось в моей памяти, это бесконечная череда растерзанных туш. Огромные, гибкие, прекрасные создания пели среди волн. Лишь для того, чтобы в них всадили гарпун уродливые, обветренные головорезы, готовые прирезы товарища ради пары крепких сапог. Годы шли, и я все реже бывал дома. Я отвык от беззаботной и полтовни. Городские жители считали меня странным. В часы моих редких визитов Нина не знала, о чем со мной говорить. Когда продажный проверенный лорд и регента лишал мою сестру состояния, я был в сотни миль к востоку от Морли. Сжимая в руке обледенелый гарпун, я пытался догнать первого за много месяцев кита. Я поддерживал Нину, как мог. Но она умерла в первые дни чумы. Моя жизнь растрачена зря. Промысел погубил все мои мечты. Промысел погубил все мои мечты. Мир посмеялся надо мной. Так. Как грустно, как грустно. Ух ты, вот еще дневник. Вот уже несколько дней прошло с тех пор, как наши люди отправились в старые катакомбы, чтобы оставить оружие для Корва. О, вот, смотрите-ка, вот началась та самая история, которая с нами связана. Хочу надеяться, что все получится. На это оружие Пьеро потратил... На это оружие Пьеро потратил немало времени и средств. Хотел бы я, чтобы мы могли производить сотни тысяч таких устройств. Тогда флот Дануола стал бы непобедим. Но вернемся к Корва. Вернется ли он из Колдриджа? Сможет ли добраться до сюда? Я бы ценил его шансы как один к пяти. Чувак, если б ты знал, насколько я был хорош. Так. Запись 1.4. Похоже, мы вступили в новую фазу. Импровизации Мартина принесли плоды. Бывший предохранитель... Бывший телохранитель освобожден и на пути к месту... Так. У нас есть голоса фракции Пендлтона и мои связи в военных кругах. Но мы не можем направить смертоносную силу на прежнюю досягаемость. О, короче. Нам нужен человек, который будет убивать для нас этих ублюдков. Корва нам вполне... Корва нам вполне подходит. Я не сомневаюсь. Конец записи. Выключился? Где-то рычаг. Блин. Вот так вот, вот так. Неспроста я здесь. Ага, здесь все. Переработанная. Ворвань. Что такое? Вот еще один воспоминание китобоя и флот. Так, воспоминание китобоя. Часть первая. Юные годы. Вместе с сестрой Ниной мы покинули Тивию. Попрощавшись с тетушкой, которая заменила нам родителей, мы оставили позади родной город Яра и холодные, но прекрасные земли. От родителей нам досталось солидное наследство, добрая половина которого ушла на то, чтобы перебраться в Донуол и открыть небольшую лавку. Мы стали продавать тивианские меха. Тивианские меха. Я помог Нине наладить торговлю, а затем наконец смог осуществить свою мечту. Я всегда хотел ходить на китобойном судне, чтобы однажды стать капитаном, а то и владельцем флотилии китобойных судов. Со слезами на глазах Нина расцеловала меня на прощание, и мы расстались на долгие месяцы. Как ученик китобой я учился выслеживать этих огромных морских чудовищ и убивать, подходя к ним совсем близко. Меня пьянили соленый ветер и бескрайние волны, погоня за раненым китом и даже то, как мы поднимали гигантскую тушу на палубу с помощью сложных системы талий. Первые семь месяцев в море изменили меня больше, чем предыдущие семь лет. Суровое ремесло оставило свой след, так что Нина с трудом узнала меня, когда я, обветренный, крепкий моряк, пришел навестить ее. Она видела, что я счастлив, что я нашел свое предназначение. Вот так, вот так. То есть, начало истории, когда все были счастливы, все такое, все хорошо у всех получалось, а потом в дальнейшем пришла чума. Пришла чума и, так сказать, оттетил лорд-регент со своими, блин, скорее всего, рейдерскими захватами. Вот, значит, тут их основной промысел. Это китобойни на мясо, там, китовый ус, еще что-то, наверное, кости, писти. Очень много всего. Не пытайтесь лечить или укрывать родных и друзей со слезами крови на лице или груди. Единственный способ помочь им, это передать их городской страже. После, после чего больных отправят на лечение в затопленный квартал. Ага, вот вы посмотрите-ка, тут, короче, вот так вот чума распространяется. Агиточка, здрасте. О, должно быть, вы есть, Корва? Я Лидия, к вашим услугам. Ваша комната наверху уже готова. О, Лидочка, спасибо. Груша. Очень, очень, походу, много здесь всяких книжек. Я пока на этом остановлюсь. Ух ты. Вон, Пьеро. Ладно, окей, давайте мы к Пьеро и спустимся. Вот тот самый мастер. Здрасте. Я буду делать для вас оружие снаряжения. Авторская работа. Специально для вас я создал лучшие инструменты для убийства. Спасибо. Дальше. О, нет, только не сейчас. Бочонки закончилась варвань. Вы не могли бы спуститься... Спустить еще один баг, пока я оставлю это? Осторожно. Варвань взрывоопасна. Если рванет, бардак будет чудовищный. Какая нахер варвань? Ты о чем? Мне, значит, нужно... Так, сундучок. Что есть? Пусто. Ой, сколько тут всего. Добычки, тов, жира, пункт заправки. Соколов утратил преимущество в том, что касается запасов варвани. Добряк-адмирал дал денег, чтобы я смог остановиться в мою собственную систему. Теперь я буду работать здесь. При включении раздатчик баков выдаст пустой контейн для варвани. Или варвани. Если поднести пустой бак к рану и наполнителям, магнитный захват зажмет бак и зафиксирует его в правильном положении. Останется только нажать рычаг, чтобы наполнить бак. Полный бак можно отсоединить и применять по назначению. Обращаться с осторожностью. Варвавоопасно. На вид система надежна и хорошо продумана. Похоже, инженерам Гривза удалось хотя бы раз собрать приличное устройство. Что? Вот, смотри-ка. Какая-то тут у их варвань. Или варвань. Включить. Бумс! Пустой бак. Это заполненный бак. Значит, мне принести нужно вниз. Аккуратно. Без прыжков, скорее всего. Подсоедините. Все. Готово. Прекрасно, спасибо, корва. Видите? Маска ассасина. За вашу голову обещана награда, и Белгорода знает вас в лицо. Маска же будет вызывать лишь ужас. Так один хрень я буду узнавать, скорее всего. Оу май. Постойте на месте. Все должно быть по разме... Сука, она еще горячая, наверное, после станка. И в стружке даже... Даже пыль не смахнул. Хорошо, видите? Ммм, линзы не отцентрованы. Вот так. Лучше. Я умею многое. Улучшать снаряжение и оружие, делать разнообразные устройства. Одно-таки положение наше довольно бедственное. Приносите из города ценные вещи, а я буду продавать их на черном рынке. Тогда у нас будут средства на изготовление всего необходимого. Окей. Скажите, что я могу для вас сделать? Давай я покажу, что у меня есть. У меня вообще что-то есть? А, погоди, это покупки. А продажи есть? На продажу что-нибудь? Это то, что я могу его купить. Я думаю, что-то незнакомые вещи. Улучшенный пистолет Корва. У меня бабла почти 1100. Ладно, я пока ничего покупать не буду. Потому что кто знает, что мне здесь нужно. Должно быть, вы утомились. Пойдите поспите, ваша жизнь станет еще сложнее. Отдыхайте, пока можете. Так, да, пойду посплю. Приятных снов. Так, все, закончили? В другом месте. Давайте осмотрим комнату. Что у нас тут есть? Столько плакатов. Кажется, там дождь на улице. Откроем. Бляха, аккуратно. Это что такое? Послание чужого? Что-то не так. Действительно? Ебать! Это что за галлюцинации? Вот это да! Вот это... Ребята... Я чего-то нанюхался. Или перепил. Закадра, наверное, тут нахрюкался этого пиваса. Здравствуй, Корво. Здравствуй, Корво. Твоя жизнь здорово переменилась, верно? Императрица мертва. Ее драгоценную дочь Эмили прячут где-то в городе, а тебе предстоит сыграть важную роль в грядущих событиях. Для этого я выбрал тебя и утянул в бездну. Я чужой. И это мой знак. Есть силы в этом мире и за его пределами. Великие силы, которые зовут магией. Теперь они будут служить тебе. Я колдун! Используй обретенную мощь. Это мой подарок тебе. Я маг-волшебник! Найди меня. Нихуя себе. Нажмите правую-левую кнопку, чтобы мгновенно и незаметно переместиться вперед. Также можете подниматься, но на более короткое расстояние. Нацельтесь на уступ, и вы переместитесь к нему и тут же подниметесь. Это телепортация. Ну-ка. Прыжок веры. Нет! Охуеть! Охуеть! Так, давайте-ка... Умение... Ой, это могу еще улучшать потом. Так, ладно. Еще одна попыточка. А, вот! Опа! Нифига себе, выброшенное письмо. Ты ее не спасешь! Ты ее не спасешь! Ты ее не спасешь! Нихуя себе! Вот это прикольно! Вот это прикольно! На... Че у меня дальше, да? На ни... Опа! Опа! А дальше? А дальше-то? Блядь! Прямо на краешек! Смотрите под ноги! Письмо Эмили. Корва, мне так грустно! Говорят, что ты тоже умер, как мама, но я не верю. Я решил отправить это письмо бутылки по реке. Здесь так странно. Мне не нравится. Забери меня отсюда, если можешь. Так, конечно, попробую, но... Ебать! Ебать тебя покорежило! Я тебя видел! Ты тот самый аристократ? Опа! Опа! Вот здесь все тайны раскрываются. Это че, кит? Нихуя! Вот это прикол! Обаля! Сундук! Духовный бальзам первого. Так. Опа! Вот эту петушару я помню. А можно поджопникой ебнуть? Так. Ага, ясно. Ой, блин. Вот блин. Так. Че тут такое? Стрела. Ух ты! Это че такие за аппараты странные? Эээ! С клешнями? Ты посмотри, какая херовина! Ебать! Так, во. Вот сюда. Нормально. А, нет. Светильник. Так, давай. Тихо! Тихо, тихо, тихо! Опа! Фу! Фу! Слава богу, не мимо. Все, прикольно. Корва, в ближайшие дни тебя ждут суровые испытания. Ищи руны с моей меткой в отдаленных местах, в святилищах, возведенных в мою честь. В твою честь? Ты тут... Эти руны дадут тебе небывалые силы. Чтобы их было легче искать, я дам тебе это, сердце живого существа. Я своими руками придал ему форму. Ты че, местный божок? Сердце откроет тебе множество тайн и направит тебя к моим рунам, как бы хорошо они не были спрятаны. Теперь прислушивайся к сердцу и найдешь еще одну руну. А как мне прислушиваться к сердцу? О! Так, тихо. Взяв левую руку, сердце, вы сможете находить эмулеты и руны, даже если те скрыты за стеной. Если вы смотрите в сторону эмулета или руны, сердце начинает биться и мерцать. Чем ближе вы подходите, чем чаще оно бьется. Ясно. Вы узнаете все секреты человека или места, если направите сердце на интересующий вас объект. Нажмите правую, левую кнопку. Понял, понял. Оп. Так, аккуратно. Не свалиться бы куда. Это место конец всех вещей. И начало. Вот, вот. Это как холодно, горячо. Когда я направлен в сторону руны, то оно светится начинает, сердечко-то. Тихо, тихо, не ебнись. Там, наверное... Блин, глубоко. Аккуратно. Оп. А может мне как раз вниз-то и надо? Вон она. Так. Вот здесь какая-то дырточка. Оп. Давай вот сюда. Ну, аккуратно. Бля. Так. Так, 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 так. А здесь? О, нормально. Сундук. Бальзам. Оп. Оп. Тихо, тихо, тихо. Оп. Нажмите, скажите, мне быстро выбрать, спалить перенос. О. О. Нани. Еще, еще, еще. Нани. О, нормас. Руна. Что происходит? Так, руны нового умения. В обмен на руны можно приобретать новое умение. Для этого откройте дневник и зайдите в соответствующий раздел. В обмен на собранные руны вы можете приобретать сверхъестественное умение. Ух ты, ух ты. Ну-ка, ну-ка, ух ты, смотри. Темное зрение позволяет видеть темноте и различать силуэты новых живых существ за стеной. Вы также увидите их поле зрения. Их поле зрения и визуальное отображение издаваемого вами шума. Офигеть. Вселение позволяет на короткое время вселяться в животных. Оу май. В животных, а потом позволяет вселяться в людей. Это вот если повышать уровень, круто. Изгиб времени. Ненадолго замедляет хоть времени. Второй уровень полностью останавливает время на короткий прыжок. Офигеть, прикольно. Жадная стая призывает стаю крыс, которые атакуют живых людей и пожирают трупы. Крысы быстро разбегаются. Охуеть, вот это круто. Эту кучу крыс призывать, это вообще пушка. Я, наверное, таким воспользуюсь. Это просто пиздец. Порыв ветра. Мощный ветер, который отталкивает или сбивает с ног врагов и разрушает двери. А, двери даже запертые. Живучесть. А почему стрелочки? Типа мне их нужно прокачать? Это обязательно прокачать? Увеличить числочков здоровья. Окей, это жажда крови. Накопите запас адреналина, нанесите добивающий удар в ближнем бою. Так, проворство. Высота прыжка увеличивается, а урон при падении снижается. Смертельная тень. Противники, которые вас не заметили, после смерти обращаются в прах. Да ладно? Все противники после смерти превращаются в прах. Это на втором уровне. Слушай, да, полезная вещь, чтобы сразу от трупов избавляться и палево лишнего не было. Вот, мне пока всех больше здесь понравилось, это, наверное, изгиб времени, жадная стая. Ну вот это прикольно, лишний раз может пригодиться. Да здесь все, в принципе, наверное, продуману так, что все будет полезно. Живучесть. Я прокачаю живучесть, если тут стрелочка торчит. Погоди, а я могу? Нужно три руны. А у меня их типа одна предметы. Одна руна. Вот, ясно, ясно. Две руны. Все, я понял. Позволяет вид в темноте. Живучесть. Побольше здоровья. У вас увеличился запас здоровья. На втором уровне здоровье восстанавливается быстрее. Круто, круто, слушай. Угу. Выходим. Как использовать мой дар, тебе, как и многим другим для тебя, придется решать самому. Теперь я верну тебя обратно. Но знай, я с большим интересом буду наблюдать за тобой. Спасибо. Посланник Чужого. Жители города, помните, внимательно осматривайте лица соседей. Заметив кровь на веках или на щеках, сообщите об этом городской страже. Ранние сиптомы. Так. Болезни, кашель, лихорадка. На этой стадии чуму еще можно вылечить. Потребляя в изобилии эликсир соколова. Если же началось глазное кровотечение, смерть. Охренеть. Кашель. Кашель. Амулеты. Костяной амулет. Амулет усилит ваше умение. Разыскать амулет можно по певучему звуку, который он издает. По упоминанию вы можете носить до трех амулетов одновременно. Чтобы надеть амулет, откройте в дневнике разделка стены амулеты. Дневник. Еще один. Странные фигуры кита. Это что? Сколько амулетов-то? Ебать, я здесь... А, блин. Я думал, что я здесь... Вот, певучий, вот звук. Звука нет? Подхожу? Да, они типа так... Ля-ля-ля. Все, берем, берем, берем. Слухи, свидетельства. Странная фигура рыбы. Странная фигура крысы. Кошель. Королевский шпион. Блин. Если тут все читать, просто не перечитаешь. Кошель. Юные годы, комментируемые. Так. Амулеты. Странная фигурка волкодава. Получено достижение оккультист. Так. Давайте-ка посмотрим, что нахер за амулет такой. Огненная вода. Бутылки виски сильнее взрываются. Защита от осколков. Взрывы наносят меньше урона. Фехтовальщик. Больше побед в поединках клинком против клинка. Так, я могу надеть 7 амулетов. Глубокие вы можете дольше оставаться под водой. Мягкое касание. Стекло бьется тише. Ух ты. Уайерист. Среднее увеличение масштаба при подглядывании за мощную скважину. О, прикольно. Река в помощь. Вы быстрее плаваете. Быстрый разворот. Вражеские стрелы и болты реже в вас попадают. Ух ты. Вот это, кстати, тема. По-любому пригодится. Убийство в падении. Восстанавливает немного здоровья. Связь бездной. Умения немного усиливаются. Попробуем тоже. Друг белой крысы. Ой, блин, погоди. Белой крысы на вас не... Ух ты. Давай-ка попробуем. Праздник живота. Вы можете есть белых крыс, чтобы восстановить ману. Прикол. Мягкое стекло бьется тише. Наверное, да. Вот пока вот так сделаю. 7 из 7 я собрал. Предметы. Ключи, устройство, сердечко тут. Это самое клинок горла. Складно. Так. Все. Выходим. Давайте дальше. Ага. Что такое? А, книжки. Книжки. Хрен с ними пока. Хрен с ними. Много, конечно, информации. Много. Но все тут не перечитаешь. Очень много лорной информации, на самом деле. Но на это прям нужно уделять несколько... Ну, минут 20, наверное, чтобы все тут перечитать. Каждую серию. Так, как хочешь? Ему это ни к чему. Почему? Он больше не может спать в обычной кровати. Он сам так сказал. Мол, слишком долго служил в море, представляете? Вот как. Видишь, там куча досок. Это он сурдил себе хибару из старой шлюпки. Где только Адмирал Хевер таких чудаков находит? Ну, знаете? Ну, знаете? На вкус и цвет фломастеры разные. Так что это... Кто-то любит спать на досках. Кто-то на полу. Кто-то в куче навоза, наверное. Не нам их судить. Здорово. Ну, приступим. Давай. Для начала скажу. Я знаю, что убийство — дело темное. Но порой, чтобы превратить мир... Ну, для того, чтобы выправить мир, хорошим людям приходится там что-то... Цель наша ясна. Мы хотим установить линию Ее Величества — вернуть Эмили на престол. И до самой победы нам придется действовать скрытно. Мы уничтожим их. Медленно. Одного за другим. Ага. Вот так у тебя лапа. Сегодня ночью Верховный Смотритель Кэмпбелл умрет от твоей руки. Задача нелегкая. Его защищают смотрители. Целое войско религиозных фанатиков. Под силу такой заданий только тебе. А твоих подвигов уже ходит слава. Когда поконишь с Кэмпбеллом, забери его личной записи. Вдруг там говорится об Эмили. Вернуть ее нашу первую задачу. Будем надеяться, что девочка жива. Вот вкратце и все. Помни о деле и без... И бей без промаха. Мы на тебя надеемся. Ладно, я буду стараться. Че читаешь? Вот еще что. Кэмпбелл держит у себя бывший смотритель поэмни Мартин. Это наш человек. Так что если найдешь его... Так, что-то он стратег. Он попался, когда выполнял для нас одно дельце. Словом, я буду рад, если он вернется в Песе Яму. Короче, у вас там есть свой человек. Выдержка из знаний на моей группе. Ясно, какие-то выдержки, выдержки. Ой, очень много лорной информации. Это хорошо. На самом деле, вот просто так пробегаться... А может пивка мне? Пожалуйста, стаканчик у меня это. Девушка. Пустая бутылка. Господи, мне сегодня налет или нет? Бля. Да я сам. Надо все самому делать, да? Так. Бокал. Сюда. Ставим. Давай, кран. Блин. Меня в этом заведении кто-нибудь обслужит или нет? Ого. Тарталеточка. Ну ладно, хоть так отыграюсь. Ох, монетка. Тихо. Тихо, мое. Так, ладно, сюда. Ух ты. Ты кто такая? Здравствуй, Корво. Я Калисто. Меня нанял адмирал Хевлок. Простите, что вмешив ваши дела, но это важно. Мне кажется, вы хотите убить это чудовище. Да, хочу. Верховного усмотрителя. Вы можете пропустить мои слова мимушей, но я... Но мой дядя, Джефф Карнау, он все еще слушает капитана. Что-то там. Что-то там. Среди прислуги ходит разговор о том, что Кэмпбеллу доставили экзотический яд. И я, кажется, знаю, зачем он нужен. В отличие от остальных, мой дядя... Человек честный и неподкупный, поэтому Кэмпбелл решил его отравить. Вы сможете защитить дядю? Вы же защищали у людей, так? Раньше, пока вы не стали убийцей. Чего? Че ты такой отмелишь? Могла просто попросить, чем пиздеть такое, что там убийцей стал каким-то. Ты тоже про императрицу намекаешь? Хотя нет, они все, правда, должны знать. Ну, типа я че, прям ассасин, ассасин? А, а если бы я просто прокрался и никого в тюрьме не убил? Может, меня бы не называли здесь убийцей? О, все подозрительно. Здорово. Ну че, побазарим? Позвольте дать вам совет, сэр. Загляните перед отбытием Кэмпера. Если вы полезете в сам гнездно смотрителей, лучше вооружиться до зубов. Ладно, хорошая идея. Ух ты! Перенос. Круто. Нет, давайте-ка по арбалетик. Так, и нормально, обычные болты. Давайте побольше болтов, наверное. Возьмем. А где Пьера? Он здесь? На втором этаже? Наверное, он здесь. Вот он. Здорово. Здорово, Пьера. Так, это пригодится. Это тоже пригодится. Бутылки пустые, я собирать не буду. Давай-ка я чуть-чуть тебе прикуплю это. Вот. Ага. Арбалетный болт. А сколько я могу купить? У вас есть 10 из 10. Значит, у меня ограниченное количество. Денег у меня полным-полно. Разрывные пули. Да, тут прям строго ограниченное количество. Можно с собой. Бальзам Пьера. Духовный. Давай возьмем. Затаримся по максимуму. Пока есть деньги. Клейка и граната. Граната, которая приклеится к врагам и почти любым поверхностям. Наверное, полезная вещь. Возьмем. Возьмем, все заценим. Меткий арбалет. А у меня какой? У меня же, наверное, тоже меткий. 300. Давай. Перезарядка. Давай. Давай, пока есть деньги. Ой, 700 осталось. Оптика для маски. Это типа бинокля? Запас гран... Это увеличить запас гранаты, болтов и прочей фигни. Ну, давай вот, наверное, скрещенные клинки приобрету. Все, всякие вот улучшалочки. Отлично, значит, надо побольше денег искать. Эээ, стоп, не горячись, не горячись. А тут руны, может, есть? Есть! Ух ты! Вот это надо искать, вот это надо искать. Это всякие улучшалочки. Так, а там дальше есть где-нибудь-то? Вроде не видать. Стоп. Так, спу... Вот. Тихо-тихо-тихо, не утопись. Не утопись! Где-то... Сука. Используйте сердце. Да я знаю. Нашел, 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 нашел. Ебать, тут глубина. Давай. Ох ты, разрывает просто. Все, руны помогают бороться с противником. Я понял. Так. Мы забрались. Что-то здесь? Ага, ничего страшного. Ничего необычного. Ну все, погнали. Да, давай. Отвези меня. Винный квартал. Блять, айронмен просто. Реально, как маска железного человека. Верховный, смотрите, Кэмпбелл. Винный квартал. Верховный, смотрите, Кэмпбелл продажен и совершенно развращен властью. Он возглавляет военно-религиозный орден и во всем поддерживает лорда Регента. Кэмпбелл знает, где держит Эмили. Проникните в канцелярию Верховного Смотрителя, убейте его и украдите его дневник. Там же держит в заточении соратника лоялистов, Мартина. Освободите его и помогите ему бежать. Непростая будет поездочка. Раньше до бульвара Кливеринг можно было ногами дойти, но сейчас это не так просто. Половина города померла. Так... Большую улицу еще в руках стражи. Там понастелили... Там понаставили эти... Блин! Где страшнее действуют банды. Угу. Еще на окраинах попадаются отдельные чудаки вроде старой ветоши. Говорят, она совсем что-то там... Блин! Не успеваю читать. Даже не знаю, что хуже. Убирайте сами. Не успеваю читать некоторые реплики, потому что просто глаза разбегаются. Смотрю по сторонам. Интересно... Разглядывать локации на самом деле. Интересно. Что такое крыска? Нет, спасибо. Давай... А, хотя нет, у меня немножко хилочку можно установить. Все, отлично. Мы сохранимся. Ммм, блин. Аккуратно. Так, пора. Чего, скоро полночь. Это ты мне там? Тихо. Это стража? Как она меня обошла? Все остальные лежат больными. Так. Аккуратно. Аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Не пались. Не пались. Я, наверное... Это просто супер. Аккуратно. 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 Пошел на хер. Аккуратно. Тема. Так, блин, кажется, меня тут это... У меня что-то не сильно выходит тут прятаться от них. Да я понимаю! Да блин! Сука, положили. Аккуратно. Вон, кто-то кого-то скидывает. Стража трупов скидывает. А-а-а, крысы! Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, есть! Один готов. Надо действовать мега-аккуратно. Сюда его. Давай, храпака, аккуратно. А-а-а! Там какая-то еда. Медная проволока! Крыса. Так, а где эта девчонка? Где-то здесь эта девчонка. А мне нужно ее нейтрализовать? Все эти девчонки проложают все равно. А-а-а! 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 Стена света. Тихо. Охрана. А ты кто? Не могу ничем помочь. Я уже отдал свою еду. Спасибо, не надо мне еды. Что такое делает? Бутылки швыряет. Офигеть. Мусор, мусор. Один мусор. Опа. Это кто такая? Это что за покемон? Офигеть, взяла и испарилась. Вот это прикол. Какая-то странная мадам, да? Так, я здесь автосохранение зато есть периодически. Я же говорила, ножи налево. Они всегда были слева. Ты никогда не слушаешь. Я делал это. Да, я хочу. Тетя, старая ветошь? Милый? Офигеть. Это ты, мой любимый супруг? Глаза у меня уже не те, что раньше. Ты не видел моих пташек? Бедняжки, они совсем изголодались без бабушки. Сюда, пташки. Офигеть. Ой-ой-ой, кажется, ко мне снова пожаловались с визитом господа. Но не добрые. Не то, что раньше. Я их слышу, их. И говорят, не слишком-то любезно. Так. Старая ветошь, старая ветошь. Пусти нас. А почему старая ветошь? Зная они, что будет, мигом убрались бы в освояси. Но какая же с ними так? А, вот, милый, вот ключ от входной двери. Проучишь этих мерзавцев? Да ладно. В смысле проучишь? Мне их грохнуть надо, визитер? Старая ветошь, открывай. Че за хер? Она слепая, не глухая. Офигеть. Офигеть. Ладно, мы сохранились, давайте-ка попробуем. Попробуем расправиться с ними. Тихо. Офигеть, это че такое? Это граната, что ли, была? Че такое, зажигательная смесь какая-то? Так, аккуратно, аккуратно. Входят. Один вошел. Тихо. Так, минус один. Блин! Зараза такой! А-а-а! Он огнем плюется! Он просто плюется огнем! Офигеть! Это он берет бутылку с зажигательной смесью и плюется огнем! Вот ты к тварь! А тут еще какой-то придурок, да? А, нет, все, мы всех убили. Так, все. О, милый, я знал, что ты проучишь этих дерзких мальчишек. Ты мой храбрец. Да, я такой. Старый витаж припасла подарок твоему дню рождения. О-о-о! Мне его дал чужой, теперь я дарю его тебе. Че такое? Смелее, он вверху. В туалетном... На туалетном столике. Теперь он будет... Тебе он будет к лицу. Помнишь, как мы с тобой танцевали? Наши баллы были роскошнее, чем у Бойли. Все мечтали к нам попасть. Так, а че такое? Где-то рядом есть руна или... Используйте сердце. Так. Так, так, что-то здесь. Руна? Офигеть! Надеюсь, тебе понравился мой подарочек. Спасибо, что погнал этих воришек. Че, сейчас испарится? Ненавижу этих мальчишек с Боттл-стрит. Негодяи, все до одного, гнилые люди. А хуже всего... Слег Джофф. Слег Джофф? Знаешь, о чем я подумала? Ты можешь оказать мне еще одну услугу. А я за это дам тебе еще подарок. Офигеть! Еще одну чудесную руну, вырезанную из кости мертвого кита. Помнишь моего доктора, милый? Умнейший был человек этот доктор Гальвани. Гальвани. У него в лаборатории куча мерзких крысиных потрохов и прочей заразы. Для чего будет досадно, если эта мерзость не попадет в эликсир банды Боттл-стрит? Будут знать. Ты хочешь это... Чтобы я их отравил? Позаботься об этом, милый. А я-то еще даю тебе еще подарочек. Доктор Гальвани живет на бульваре Клеверинт. Жил, по крайней мере. Вот было время. Торопись. Мои цыплятки проголодались. Мои милые. Цыпа-цыпа. Так. Журнал. А, умения. А, я могу... Изгиб времени. Вот, смертельная тень. Или, или погоди, или погоди. Изгиб времени. Хочу попробовать противника. Во, хочу вот это попробовать. Да. Всякий раз, когда вы убиваете противника из-под тишка, его тело обращается в прах и исчезает. Так что вам не нужно его прятать. На втором уровне в прах превращаются все убитые враги. Прикол. Может пригодится. Они робеют. Ты должен уйти, иначе они не придут. А кто такие? Вы кто такие? Пустите меня, я здоров. Это стражник? Это обычная простуда. Точно? Знаешь? Наверное, что-то там... Засмотрим, мы взимаем гонорар. Вмезду всю вашу Боттл-стрит. И вас придачу. Пустите меня. Ой, не надо с нами так разговаривать. Дело такое. Ребята с Боттл-стрит хотят свою долю. Так что выворачивай карманы. Точно. Ничего не поделаешь. Такие порядки, Боттл. Ух ты, они его замуровали. Он помочиться решил. Так, есть, 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 есть. Курить. Вот так вот его сюда. О, это толчок. Да сейчас, погоди. Ничего себе, здесь тропиночка. Сейчас вот с этого придурка тоже избавлюсь. Есть, 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 есть. Вот. На горб его. Ну, крысы доедят, наверное. Тосками завалил. Да погоди ты, погоди. Че делать? Тихо. Я долго перед тобой, брат. Про маску даже не спрашиваю. После такого трюка я бы тоже захотел спрятать лицо. Какого? Я плачу услугу за услугу. Заходи в лавку грифа. Гриф, это я. Лучше сказать, прежде я держал лавку. А вот теперь хожу по умирающему городу, собираю старье. Если что понадобится, приходи ко мне. Может, когда-нибудь чума пройдет, и все, станет как раньше. Но покуда придется собирать старье. Ну, ничего, значит, тебе можно все продавать и денежки, да, на это наваривать. Погоди. Хочешь глянуть на мои находки? Цена хорошая, клянусь. Давай. А что это такое? О, эликсиры Соколова. О, это прикольно. Усиление, усиление линз. Формула Соколова. А я могу ему что-нибудь свое продавать? Блин, жалко, походу, ничего не могу свое продавать. Болты. Блин, болты потратил я. Надо болтами-то затариться. Все. Спасибо, мужик. Спасибо от души душевно. О, монетки. Это рыбная лавка, походу, здесь. А эти придурки, и вот тут контора. О, рядышком. Все это тут дело рядышком. Давайте-ка мы тут аккуратненько. Вот так вот, аккуратненько. Аккуратненько. Вот сюда. Вот, молодец. Красавчик. Красавчик. А что это такое? А мы можем наверх забраться, нет? А зачем вот это здесь? Такая штукенция. Опа. Нет, 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 нет. Это просто так. Это чтобы сверху на кого-нибудь допрыгнуть. Или нет? Нет. Нет, 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 нет. Смотрите-ка, смотрите-ка там. Блин, да что такое? Я все не то беру. Забираемся, значит. Вот так. Теперь, теперь. Теперь, теперь, теперь. Нужно. Стой. Погоди. Стоп. А как? А-а-а, у меня же перемещалка-то, у меня же есть магия. Перенос. Так. Погоди. Погоди, погоди. Блин, не так это работает, я понял. Надо подальше отойти. Вот так это работает, все. Офигеть. Все, мы уяснили. Что здесь? Ага, монетки. Дневник матери. Восьмая запись. Так, Морис, дети больные. О, это записи. Появились мухи, я стараюсь ее отыгнать, но она плохо. Они кусаются. Морис почти не отвечает мне. О, это записи болезни. День. Четвертый день месяца ветра. Все мертвы. У меня не хватает духа позвать эксперт. У меня есть жар. Стража больше не заходит в наш квартал. О, умер малыш. Ух ты, это прям записи смерти всех тут этих самых людишек. Ужас, ужас. Чума косит всех подряд. Вспоминаем китобоя. Переработанный ворвань. Так. Окей, окей. Тут специально вот это вот все трубы. Это специально, чтобы по ним лазить. Не просто так это все. Мы это уже уяснили. Блин, да что такое? Постоянно путаю. Опа. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Охрана. Надо сохраниться. Аккуратненьким образом. Бульвар Клеверинг. Тихо. Кто там есть еще? Вон стражники. Там какая-то электрическая стена, что ли? Вон сколько стражей. Контора доктора Гальвани. Офигеть, сколько много стражей тут. Аккуратно. Аккуратно. Так. Так. Где? Кто тут? Да, смотри-ка, тут электронная херня. Я не смогу через нее пройти, походу. Тихо, 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 тихо. Это против крыс. Вон оно как работает. Ебать. Я даже проверять на себе не хочу. Вон он. Так. А может его тоже шарахнет? Иди сюда. Иди сюда. Не стесняйся. Он еще офицер, да? Ёбаный. Нет, он сюда вроде не пойдет. У их свои маршруты. Души, 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 души. Давай отдыхай пока, мужик. Тихо, палевно. Вон там охранник вижу. А где тут еще один был? Еще один охранник был. Вроде никого не видать. Так, 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 так. Аккуратно, аккуратно. А здесь я могу где-нибудь обойти? Низом. Так, беспалевно. Нет, походу мне придется через центральные ворота заходить, да? Хотя... Хотя... Ёбаный в рот. Сколько тут крыс. Тихо, палево. 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 Ладно, будем пробовать еще раз. И походу через центральные ворота. Друган, ты спишь, да? Так, аккуратно, аккуратно. В контору. Офигеть. А мне можно как-то наверх? Тут один проход, да? Центральный. А свет отрубить можно? Ладно. На сегодня предлагаю на этом закончить. По бочку вот эту сделаем. Скорее всего, нам какой-нибудь ништячок еще одну руну подгонят. Вот. А потом будем двигаться по основному заданию. Немножко, так сказать, свои скиллы тут прокачаем. И это нам все по-любому очень сильно пригодится в прохождении этой игры. Особенно в высоком уровне сложности. Еще раз всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на YouTube канал. Подписывайтесь на Яндекс Дзен. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Вот. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем хорошего настроения. Всем здоровья. Всем много-много счастья. И всем пока.